Есть люди, которые на оппозиции. Ну, мы уважаем, что есть оппозиции, очень сильные. Мы показали, что они делали раньше, как в минувших городах работали. Мы показали все проблемы, которые были, все деньги, которые пробовали. Бандит, бандит. Капец Лукович до Майдана. Он был бандит. Мы знали, что был бандит, и он проживал как бандит. Ну, все. Но после Майдана есть люди, которые говорят, что я не бандит. Я буду сменить телефон, я буду честно, прозоро проживать. Или еще, как до Майдана працювати и хотят не только сокровать все до себя, но они хотят використовати свою посаду для разбогатить себя. Мы уважаем, что депутаты, как сказать, они депутаты, они были кандидаты. И когда они были кандидаты, они сказали избирателям, я буду вашим представником, я буду служить вас, я буду для вас працювати. Они не говорили, я буду на меня працювати. Давайте меня власть, что я могу разбогатить и себе. А люди, которые после Майдана так делают, я уважаю, что министромно те люди, которые, случайно, не могут быть депутатов, не могут отринать посаду для защиты этих людей. А что было? Вы знаете, что на час выбора 2015 года был конфликт между Афганом и Татаном Михайликом по питанию клуба «Ренгер Татани». Там мы, ну не вы, Миска Рада давно давала помещение, там, 400 квадрат метр для робить спортивный клуб для детей. Клуб «Ренгер Татани». Ну, Миска Рада давно давала помещение, афгане, что они будут вести закипы для себя. Ну, афгане субарендовали, ну, мы, мы дали без кочего, афгане субарендовали, и Татьяна Михайлик там очень радует спортивный клуб. Был конфликт. Этот конфликт, этот конфликт, этот конфликт, этот конфликт, это очень сильный. В войне, в войне, от этого, отправили с камня Афганской Рады, и была ситуация блокажа. И как, коли мы, если бы мы начали решать эту проблему, нам требовалось подать суд на Афгане, для расторгать этот договор, этот договор, и сдвинуть это помещение. Это было очень, очень, очень важное решение, потому что суды грамотской организации – это политический, физический. Но мы приняли это решение, что ситуация будет правильной. Мы сделали, расторгали этот договор и провели новый тендер для этого помещения за арену. Выиграла тендер Татьяна Михайлик, и она могла организовать там клуб, спортивный клуб для детей Рим плюс Татаны. Я, как коллеги Гонконг принимал, это коллективное решение давать помещение. Были договоры, это договоры были, я знаю, потому что я с ними разговаривал, и нам вокруг столи было официально не приватизировать это помещение. Для нас было очень важно, потому что, если будет приватизация, то город не имеет контроля на ситуации. Мы даем за аренду, что будет спортивный клуб для детей. Это желание места, это желание людей, это желание людей. Если будет приватизация, то мы не знаем, что будет. Не будет какой-то, как я, продавать самокон в центре места. Это возможно. А может быть какой-то ночной клуб, где люди живут. Это возможно. В любом случае, эта ситуация уже была. И мы знаем сейчас ситуацию на ночной клубе на территории Барнице, например. Мы желали, что у нас будет контроль, и мы договорились, что не будет приватизации. Татьяна Михайлович, собранцы в помещении, говорили, что будут делать спортивные клубы через три месяца. Починала давать нам свернение на каждой сессии. Это уже шестая сессия, на каждой сессии есть питание за приватизацией. А я работаю приватизацией для Татьяны Михайловича. Она показала нам, что это помещение в артист, я обважаю, 270 тысяч гривен. Ну, 400 квадрат метров в центре места. И тоже, что она уже работала на 400 тысяч гривен. Ну, я не помню точно, но 370 или 400 тысяч гривен. А рамок мы не знаем, потому что человек, который показывает цель ее фирмы, что дилера рамок никто не может знать. А сколько в артист рамок мы не знаем. Все для нее тоже и тоже просто. Нам нужно приватизировать. Это давать ее помещение. Просто разница. Помещение стоит 270, она рубит 370. Нам надо давать еще 100 тысяч гривен. Все приватизации помехают. А нет, мы не будем давать на приватизацию. Не потому, что будет дефицит для места. Но потому, что люкевчане против. У меня в кабинетах были делегации, людей-мештонцы Любовы, особенно мештонцы этого дома, которые сказали мне, что они категоричны против приватизации. Но они категоричны против. А я не буду побочить за национальную приватизацию. Приватизация горищ и пидвальниц оборонено законодательством. В чолих будинках. Ну, в любом случае, если у Куркевича не против, я не буду. И я считаю, что депутаты, не нужно использовать свои мандаты для отримки помешивания и делать приватизацию. Это коррупция. Если я буду сгодить, это будет коррупция. Какие результаты? У нас были 19 депутатов. Эта группа была 16 депутатов. И у нас было большинство. Паня Михайловна контролировала три голоса. Она покупала три голоса. партии простых людей. Но она не так просто. Она любая. Партии простых людей. Её пугатель, её подруга. Всё. И они покупали три голоса. Сейчас у нас 19 меньше. 3 — 16. А последние 6 месяцев она утрималась и не пришла на сессию. Сегодня она пришла, потому что она знала, что не будет у нас большинства. Но осталась и есть резонанс публик, что она хотела показать, что она будет брать участие. Но остальной сессии она не была. И результат у нас 16. Опозиции 16 плюс 3. Потому что, если 3 отримались, у нас большинства на бюджет не было. и она шантажирует нас уже 6 сессий. А зараз мы не можем образовывать бюджет. Но она попробовала вам сказать, чему. Но факт это, что она хочет приватизировать свои помещения. Это помещение. И это будет коррупция. Я не могу согласиться, потому что я буду согласиться. Но это законы. я могу сказать, я могу сказать, я могу сказать, давайте, мы даем вам, горославите за нас на бюджет. А проблема не будет. Видите, сегодня нам не нужно делать. Все будет хорошо. Но это коррупция. И я никогда не буду погоджить за систему. Нам надо сломать целую систему. Я считаю, что это законы. Никто не может сотрудничать. Полиция ничего не может спросить. У нас есть право, если вы в Гонконге, если вы в Гонконге, если вы в Гонконге, и Министерство будут голосовать, есть право побольше из-за приватизации. Но в Гонконге я и тут мешаю, в помещении категорично против. А я не предатель, я не заводник, я не буду делать. И я важно, что это это джерельно наших проблем. Но когда брокевчане голосовали за смену и массивно голосовали, они знали, что мы будем верно проработать для них. И они не будут и я не хочу, я никогда буду побольше, что мы будем заниматься, защищать интересы депутатов, а не интересы людей, к девчанам. что мы сейчас у нас есть криза. Дуже серьезно, потому что я не вижу, что у нас будет большинство. мы будет еще попробовать, мы будем еще вести сессии, я думаю, каждую каждую наступ 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 мы попробуем, но не будет восемьдесят голосов. и мы не будем побольше жить на коррупции. Мы не будем. Это золотые шансы и воли народа. они очень рады. Они могут показать, что это каос, что мы ничего не можем сделать нормально. Но вы видите, все сейчас могут видеть, как демократия будет работать в группе. Нам нужно принимать решение для подписания и голосования за бюджет. Мы будем все делать, как сегодня, как они будут. Но если 15 лютого уже мы не можем подписать договор с обэнерго для электричества или ситуация в больнице или школе, которая не будет правильна, нам нужно спросить, что вы видите. вы будете организовать выборы, что мы можем спокойно делать демократические изменения. Вы дали нам власть, и я буду очень вдячна, что вы давали нам власть, власть. Я уважаю, что мы для вас делали серьезно, но я часто в Киеве. Я часто уезжаю 6 вечера до Киева и обратно до 8 утра наступных дня. Это правда, потому что моя дружина в Киеве, но я иду за ночь, и я обратно на работу в 8.15 каждого дня. Они говорят, что я нет, но это неправильно. Мы очень рады для вас работать. Нам нужно видеть, что есть с родником. Татьяна Михайлович, будь ласка, николи не голосуйте за нее больше. Николи, николи, николи. Это врагник номер один. Умничка, люди говорят, что все будет прозоро, все будет доброе. но она все убила, что мы не можем это питание голосовать. Она говорит, что это не законно, что она будет судить. все это результат, ее магазин продал спирт, и вы знаете, что нажали, пьяные солдаты, два солдата померли, когда сжигали палату. И все результаты, это аферизм, который нам не требует. вы будете посмотреть и декорации с Татьяной Михайловичем. У вас будет смешно. Но вы все знаете, что есть Татьяна Михайлович и ее муж Николас, они живут разом, он их сын. А посмотрите и декорации, они уже развиваются давно. Почему? Только что никто не может читать и декорации парня. половина тут, а с другой стороны мы не знаем. Депутаты дают декорации, а муж не декорации, не нужно давать. А декорации уже есть тысячи, тысячи, тысячи километров в городе. А это 4000, которые она еще обожает, она уже не нужна. Но это аферизм. это люди, которые будут делать бизнес, когда нужно служить народу. Я считаю, что это база системы, которую нам не нужна. Мы будем сломать системы. Мы будем показать, как решить все проблемы у Груховы, потом у Канутовы, а потом у Сумы, потому что там администрация работает против народа, против нас. Это только инструмент, который нам турбует. работают. Они никогда не помогают. Это только проблемы. И они тоже знают, как разбогатить себя. с обл Рады, как они убирали председателя, который был, Семен Саратенко, и выбирали, что старый коррупционер будет председателем. Если 2 миллиона гривен на его сейф, а прокуратура ничего не хочет узнать. Все нормально. Человек нужно покупать продукты по вечерам. Нормально, что у него 2 миллиона на сейф. Эта ситуация полностью коррумпирована администрация области. Мы не желаем. Мы будем сломатить эту систему. Мы будем тут показать, как решить нормальные питания от коррупции. Мы будем после этого сумму очистить. Потому что мы не можем убедить, что эта администрация будет дальше работать. Это бандитизм, это еще уже, чем до Майдана. Там работает система не лучше, чем Шербана. Это одинаковая система. Я не знаю, что Порошенко лучше, чем Янукович, но он разговаривает английскую. Это может быть единственная разница. но я знаю, что в Сумах губернатор не лучше, чем Шербан или Шмир или разные губернаторы, которые были раньше. Но до Майдана, как для Майдана, до Майдана бандит, бандит. Мы знали, что у нас бандит. Но после Майдана больше нельзя. Я вам спрошу, друзья, девчане, допомогайте. Я я разумею, что я совсем атипичная мискиголова. И я завжди буду. Но у меня есть принципы. И я здесь только открыть новую перспективу. Я дуже, дуже, дуже бажаю, что глухивчане будут керувати глухив. Это нормально. Я хочу только открыть эти перспективы, показать, что это может быть. Грухивчане могут быть кандидатом, могут быть мером. это не судьба, что Деркач будет керовать эту пирамиду. Вы уже показали один раз, что вы готовы за изменения, готовы керовать ваш город, наш город себе. Без инструкции Деркачу, без системы, без бояринцев, без токаров, без крошков. Люди, которые не разумели, что после Майдана у нас права будет хорошей, которая будет цивилизирована, которая будет европейской страной. У нас маленький, маленький, маленький час. если не будет зараз сделать, но я думаю, что через 2, 3 или 4 года это не будет. А какие перспективы для Духова, если не будете делать изменения? быстро. Остался между Россией и Европой как buffer зона, зона незаконной, где теркач, молоток, крошку, руководят все их системы, их сит. И для Духова это еще раз все закрывать. Это еще раз не будет центром администрационного округа, не будет центром госпитального округа. Это еще раз наши дети, которые будут жить в Польше, в Романе, а после этого у дедушки, бабушки не будет он и он потому что уже жизнь будет перспективной за кордоном. Это эморагия, это травма, это драма для украинской заразы. Я вижу на заводе на заводе каждой неделе есть один работник, который говорит, я буду работать по Польше, потому что там был мой сын, он уже из карнавана работал, и я сейчас буду тоже. но мы не уважаем, что в руке будет только пенсионер, и все наши дети будут жить за кордоном. это перспективы, которые не можем очистить наше место швидко. У нас сейчас очень мало, ситуация на фронте не красивая, не красивая. я был месяц тому, но солдаты выглядят очень героище, но ситуация нестабильная. и может быть наступные годы будут серьезные проблемы, что у нас сейчас очень мало, есть люди, которые защищают нас, и дают нам этот час, эту возможность построить новый стол, новый район. я вам очень благодарен, что вы сегодня были, если есть люди, которые хотят выступать, я даю слово городе Ивановске, наш друг, и после этого будем закрывать этот закин, но я очень хочу чтобы были здесь и еще было долго было не по сценарию, но я вижу, что есть стрим очень 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 спасибо. добрый 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 громады вы знаете я ехал сюда в это славное Казахское и я понимаю что сегодня здесь действительно происходит фортпост фортпост борьбы за Украину и если мы говорим что в Киеве там сегодня ходят марши для того чтобы поднять людей то тут вот такие дыркачи вот такие клочки они просто знищают людей знищают виру в то что от нас с вами залежат изменения в этой стране поэтому сегодня когда мы ехали сюда пролонала такая думка чтобы створить такие условия чтобы земля горела мы его найдем под землю достанем и примусим его все-таки работать на субску громаду и я рекоменен в том что вы тут на месте маете сделать все чтобы эти депутаты або они склали себе мандаты або их притягли сюда и они принимали решения на вашу пользу я рекоменен что из вас сегодня зависит не только Глухова а все Украина сегодня действительно прошел информационный прорыв что сегодня приехали люди и сделали стрим этих подений и эти люди которые должны быть присутствовать и приняты бюджет развития процветания города я рекоменен что они получили что они не ожидали никогда и это им и всем кто против народу они будут отримать вот такую ганьбу потому что я знаю что Сергей Каплин который рассказывает что он за простых людей и что он стал социалистом и борется я увидел сегодня его лидерку лухаря которая за свои шкурные интересы готова я верю в то что скотчей каплин и дыркачей они вчера день я верю что мы но они не понимают и что наша борьба закончилась боевской победы потому что сегодня мы видели что в своем жизни я просто мне было приятно быть рядом с Степаном Ильковичем Хмаровым но когда человек приехал сюда поддерживать вас это говорит что борьба за Украину будет перемен я верю что вы найдете силы и притягнете недобитых ригов чтобы они правильные а если они этого не сделают мандаты идут и вы оберете гидных людей которые будут работать и помогать я верю что глухим будет европейское место слава Украине но мы разуме что для все депутаты тут ну было возможно было легко брать участок и места будет нормальное развитие но было для них легко а есть депутаты для это нелегко брать участие и на все сессии присутствуют и помогают и поддерживают что я хочу зараз давать этот почестный знак Петру Владимировичу Тосуга наш депутат это наш друг и это прикляд это наши прикляд разные депутаты которые не уважают их мангар пусть будут почти прикляд что как я треба работать нормальные депутаты и мы вам очень благодарны господин 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 гости я не смог в тот вечер приехать на ромку за струк очень спасибо господин дорогая громада високу оценку украинской хвили украинской хвили в 18 оценке в 2017 было 10 и мы выдали армонахи и это очень приятно что вы наши дороги оценили так и Это коллективная работа наших литераторов. Нам посмякнулось два года, можно сказать, счастья. Для нас есть мессия. Ну, извините за это. Это еще речь. Мы, в первую очередь, смогли обрали такой прекрасный, честный, порядный, гидный человек. Но, на жаль, мы не понимаем, что в Мишелю нужно, чтобы он работал на этом спорте, полноценная поддержка. Мы говорим, что ДТП, там ОПРО, там Ощепис, и другие партии. Мы действительно обещали вам, что вы не будете привозить. Но, на жаль. Ну, знаете, очень легендарная людина сказала православные слова. ach Олисетин Чайчин, сделана побоя до тех поряжниц. Тож, в семи слух часто. Я думаю, я не спорю. Добрый день. Два слова добавить. Два решения. За эти два года. Я, Латвий Халяк, на Кувиновичном обеспечении, я могу проехать из того дома и до местного обеспечения. Без всяких перехов. Скрыть я фанусы. Они раньше были в будущем, начали, а затем. Студентом. А зараз просто прием. Работа идет в технике. 52-го року у нас в области. Нам не помнят дроблено. Ну, здесь, приблизно, как за 20-х роков, на протяжении. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Чтобы получить слово Черчилля, здорового вам покоя, на протяжении должности. Центр экономики. Спасибо. Боже, дякую. АПЛОДИСМЕНТЫ Дякую. Ну, всем белье дякую. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ